Шестой микрорайон города Видное активно растет. В построенные дома заселяется много семей с детьми, которым надо ходить в школу. Но школ здесь катастрофически не хватает. На данный момент в округе функционирует лишь одно образовательное учреждение – девятая школа, рассчитанная на 550 мест, но где по факту учатся более 900 детей. Местным жителям приходится возить учеников в первую, вторую и четвертую школы. До последней даже организован специальный транспорт. Решить проблему должна была современная большая школа номер 10 на тысячу мест в районе Завидное. Но начавшееся еще три года назад строительство очень затянулось. Представители застройщика объясняют это тем, что проект новый и ранее Мортон школ такого типа не строил. Это первый проект наш, вот эта вот школа ДСК Мортон. Здесь инженерные сети внутренние, они монтировались по месту. Сейчас это все выйдет на типовой уровень. По последней информации, застройщик обещает сдать школу к первому сентября. Чтобы проследить за темпами строительства, на днях с инспекцией сюда приехал глава Ленинского района Олег Кромов. Вместе с заместителем председателя комитета Совета Федерации по социальной политике Вячеславом Фетисовым они осмотрели будущее учебное заведение. Мы сегодня пытаемся в прямом смысле слова требовать от застройщиков выполнение своих социальных обязательств. Потому что за проданными квадратными метрами должны идти соответствующая социальная инфраструктура. В ряде микрорайонов мы этого не наблюдаем. Сегодня мы находимся в 6 микрорайоне, где это пока что не соответствует действительности. И у нас есть сейчас все-таки уверенность, может быть даже она не твердая, но она есть, то, что 1 сентября данная школа распахнет свои двери. Когда школа наконец распахнет свои двери, она обещает стать одной из лучших в районе. Здесь предусмотрены просторные учебные классы, кабинеты для дополнительных занятий, большой актовый зал. Особая роль отведена спорту. Помимо спортивного зала здесь будет находиться зона с тренажерами. Такие школы, такие детские садики, которые строятся в последнее время, это возможность вовлечь детей в процесс, когда им ни наркотик, ни алкоголь не нужен будет. То есть это очень важная составляющая. Я просто счастлив. Мы об этом, может быть, мечтали, даже не мечтали, но на самом деле это происходит. Все, что надо сейчас сделать, создать вот эту систему, систему школьного спорта, создать при каждой школе здесь спортивный клуб. Пока застройщик из графика не выбивается. Предположительно, на следующей неделе здесь должно появиться оборудование для пищеблока. А к началу августа начнется сборка инвентаря для классов. В том случае, если темпы не будут сбавлены, то 1 сентября в 10-й школе состоится торжественная линейка. Юлия Пагасян, Владимир Бижонов, Елена Кошлева, Винное ТВ.